Всем привет, дорогие друзья! С вами Фёстун, а это очередное видео, посвящённое игре освобождения Европы ВКонтакте. Это уже второе видео, и, собственно говоря, вам очень понравилось первое видео. Много оставили положительных комментариев с пожеланиями продолжения. Да и я и сам собирался снимать продолжение, так что очень рад, что наши как бы желания совпадают. Что сказать, друзья? Вот вообще у нас здесь, я так вкратце пробежался, сейчас посмотрел на информацию. Здесь сверху есть панель, я думаю, за кадром этим займёмся. Установить игру, добавить закладки, вступить в группу, рассказать друзьям и завести 10 друзей в игре. Но у меня уже полтинник, так что тут в этом плане всё в порядке. Главное пройти эти этапы, получим 10 золота дополнительно. Также есть тут краткая информация, у меня есть 6 освобождено городов, в них проживает 20 миллионов человек. Есть у нас какие-то очки захвата, позволяют освобождать города на карте. Очки турнира и есть у нас ещё сбор налогов. Вот здесь максимальное количество 6, то есть сколько раз подряд мы можем собрать налоги, да? Ну то есть собираем мы 6 раз налоги, причём иногда дают ресурсы, иногда дают деньги. Вот сейчас дали только ресурсы, сейчас только деньги и опять же только ресурсы. Не знаю, может быть как повезёт, может быть их поочерёдно. Ну в общем вот и следующая возможность сбора налогов откроется только через 21 минуту. Ну ладно, я за кадром особо не играл, только один раз забегал, один раз собирал налоги. У нас здесь, если помните, в прошлый раз было задание собрать одну дивизию морской пехоты. Ну вот давайте сейчас этим и займёмся в нашем центральном округе. Пехотная дивизия, отряд морской пехоты. Ребята не так хороши против пехоты, но очень хороши против укреплений и кораблей. В общем, да, берём этих ребят, забираем награду. Можно сразу таких попробовать прикупить. А у меня недостаточно очков. Вот эти ребята были бы хороши против вражеской авиации. Так, ну ладно. Что ещё? У нас есть 132 тысячи. Можно, в принципе, куда-то потратиться. Я не знаю, какой-нибудь город улучшить. Ну, например, Ленинград. Если я хочу его прокачать. 40 тысяч стоит. Давайте будем работать на будущее. Вот прокачали. Теперь мы можем построить заводы. 500 в час. Предел населения. Также увеличивается, да? Требует 100 тысяч денег. Но у меня таких средств нет. А вот это требует 100 тысяч ресурсов. В общем, на дальнейшее улучшение Ленинграда у нас сейчас средств нет. Ну да ладно. Собственно говоря, давайте чем займёмся. У нас два города на очереди. Нам надо освободить Курск. И надо освободить Ростов-на-Дону. Здесь вот сразу видно, что здесь два укрепления постройки. Здесь тоже две постройки. Здесь три, да, у врагов. Здесь один танк. Здесь один корабль. Ну, не знаю. Давайте начнём, наверное, с Ростова. Так. Сразу выбираем. Ну, войска нам даже и выбирать не из чего. Вот у нас всё, что есть, всё сразу. Да. Можем выбрать. Напасть. Ага, нет. Не всем. У нас, видите. Техника либо так, либо вот так. То есть тут или-или. Ну, давайте смотреть. Давайте смотреть по ситуации. Наша авиация, у врагов есть корабль. Наша авиация против воды плоха, но хороша против сооружений. А сооружение у врага против авиации плохим. Мне кажется, вот этот самолёт сможет снести сразу оба вражеских укрепления. Может быть, я ошибаюсь. Есть у врагов корабль. Есть корабль у врагов. И он хорошо бьёт по самолётам, хорошо бьёт по пехоте, но плохо бьёт по танкам. А у нас есть танк вот этот, который хорош против кораблей. Но я не знаю. Давайте вот так попробуем. Меня вот здесь цифра 5 смущает. Это что, у него 5 укреплений? Не знаю. Ладно, давайте отправимся в бой, а там посмотрим. Итак, против вражеской пехоты идёт вот эта наша пехота. Против этой пехоты идёт опять же наша пехота. Против вражеского корабля можно, в принципе, выставить нашу новую морскую пехоту. Она тут должна замечательно справляться. А вот корабль против пехоты вообще никуда не годится. Также у нас вот этих ребят мы тогда зря брали, потому что нам надо было брать танки против вражеских именно укреплений. Ну, давайте вот здесь у нас... Ну, здесь у нас пойдёт самолёт, а вот здесь у нас уже пойдут танки. Вот как-то так. Это, по-моему, лучший вариант с тем, что у нас есть. Так, ну и что тут? Давайте вот просто мне вот так проще смотреть. У врагов осталось почти добитое укрепление и почти добитая пехота. Ну, против пехоты пойдут вот эти ребята. Против укреплений пойдёт танк. Ну, а так, в принципе, мы наизносим. Мы почти на исходе. Я не знаю, получится добить. Ну, я надеюсь, что да. С другой стороны, смотрите, у него полная синяя шкала, да? Это боеприпасы. У нас боеприпасов почти нет. Ну, опасно, опасно. Ну, пробуем. Кажется, кажется успешно. Да, друзья, это победа. Ну, такая, знаете, победа на издыхании. Трофеев захвачено 5000 тонн, 5000 рублей. И, в общем-то, мы освободили новый город. Это, друзья, замечательно. Единственное, что я вот думаю, может быть, нам следовало бы как-то улучшаться. Я не знаю, было бы неплохо военно-морской флот завести. Можем мы кого-нибудь заказать вообще? Доступно 100 из 100 очков командования. Вот как насчет кого-нибудь против... Вот эти хороши против танков. Эти хороши против вражеских укреплений. Вот эти против танков прям вообще хороши. Можно я вот такого парня закажу? У нас есть на это деньги? Вот. У нас есть один корабль. Я бы еще такого заказал. Ну, знаете, на всякий случай. Но у нас уже средств на это не хватит. Ну, мы этим сможем, наверное, в следующем выпуске заняться. В общем, у нас есть Ростов-на-Дону. Это замечательно. В Ростове мы можем сразу построить фабрики. Это не так дорого, но это нам принесет выгоду в будущем. И когда фабрики достроятся, наверное, сможем рынки еще сделать. Ладно. Давайте посмотрим, что у нас здесь с Курском, друзья. В Курске у нас пехота. Так, ну, выставляем нашу пехоту, выставляем нашу технику. В принципе, мы сможем здесь всю технику взять. Выставляем нашу авиацию и выставляем наш, друзья, флот. Ну, просто у нас выбора другого нету. Так что просто идем дальше в бой. Против пехоты. Ну, тут, видите, сразу на вое мы смотрим. Вот наша пехота хороша, вражеская не очень. В общем, идет наша пехота, наша даже, как это, кавалерия. Здесь, опять же, идет наша кавалерия против вражеской техники. Это вообще не вариант. Вот это самый лучший вариант, потому что он снесет все. А это вражеская, я так понимаю, зенитка, да, она слаба. Действуем вот так. Этот парень хорош против зданий. Здания против него слабы. Так, здесь у нас дальше идет. Вы бьете по авиации. Вот этот очень хорошо бьет по авиации. А вот этот слабы. В общем, сюда идет авиация. А сюда у нас... Ох, смотрите, он и против кораблей хороший. Против авиации. Его лучше всего было бы... Да, вот, друзья, самый лучший вариант. Смотрите, они хорошо сносят укрепления, а укрепления вот эти слабы против пехоты. Вот это у нас лучший расклад сейчас. В бой. Это что такое? Суммарный урон, нанесенный нам в бою. А это суммарный урон, нанесенный противнику. То есть здесь мы обыграли противника. Здесь мы очень хорошо обыграли противника. Ну и здесь тоже неплохо. Ну, лучше, чем в два раза. Что касается пехоты, тут у нас не самые лучшие результаты. Но всего лишь на 2000 лучше. Ну да ладно. Что у нас в итоге? Генерал, противник, начал отводить свои основные силы к Минску и Киеву. Готовясь к их обороне, ставка начинает считать, что сейчас самое время. Вот плохо, что они как бы здесь повторяют сообщение, которое было в начале. Мне кажется, здесь наоборот надо говорить о том, что там за ваши заслуги, проявленную доблесть, за освобождение Курска, Пскова и Ростова награждаем вас орденом, там, медалью и прочее. И так далее. И, в общем, тому подобное. Но главное, что нам дают также, друзья, не просто, так сказать, грамоту дали. Нам еще дали ресурсы. Это очень хорошо. Это нам поможет в дальнейшей борьбе. Подразделение. Линейные корабли. О, видите, после того, как мы выполнили это задание, нас хотели, чтобы мы построили линейные корабли типа Севастополя. А мы их уже построили и, в общем, получаем за это награду. Дальше. Что вы от нас хотите? Увеличить население. Мы уже увеличили. Я, в общем, на это уже вкидывался до этого. Тут мы, опять же, получаем награду. В общем, денег нам надавали. Будь здоров. У нас теперь, вот, в общем, с этим делом все прилично. Итоги сражения, друзья. А какие итоги? Потери противника 19 тысяч единиц. А где наши потери? Почему не указано? Ну, в общем, у нас все хорошо, друзья. Что тут еще сказать? У нас открываются новые территории для захвата. Витебск, Киев, Днепропетровск. Ну, точнее, не для захвата, друзья. Что я такое говорю? Мы же не агрессоры. Мы освободители. Мы можем освободить еще несколько территорий от фашистской Германии. В общем, давайте сразу пробежимся по еще заданиям, которые мы не выполнили. Предлагают нам один авиакорпус бомбардировщиков Кей-12 завести. Это очень, мне кажется, хорошо. Мне кажется, они хороши будут против укреплений. И захватить что-то, освободить, друзья, правильно должно быть тут написано. Освободить столицу Киева от немецких захватчиков. Так, ну, хотят, чтобы мы завели бомбардировщика. Да, я вот полностью с ребятами согласен. Нам нужно строить авиацию. Нам нужен бомбардировщик. Погодите, а что он бомбардирует? Я думал, он будет против строений, а он хорош. Он не против кого вообще не хорош на 100%. Вот он хорош, поскольку против морского флота 75, против пехоты 75. Ну, то есть, среднячок такой, знаете. Но, тем не менее, хотят, чтобы мы заказали. Так, а чего нам не хватает? Нам, друзья, я знаю, чего не хватает. Нам не хватает, нам нужно сначала улучшить. И улучшение это будет длиться 2 минуты. Ну, что ж, пускай улучшается. О, смотрите, мы прямо отсюда можем улучшать города. Национальный резерв. Предел накопления ресурсов и валюты. У нас сейчас 150, да, тысяч. А можно больше поставить. Сбербанк приносит прибыли тысячу в час. Предел накопления 24. А сколько это все стоит? В принципе, посмотрите. Это не так уж дорого стоит. А в экономику, мне кажется, надо вкладываться. Открывает второй уровень улучшения для всех зданий. Требуется освобождение городов на карте. Ну, ничего не требуется. Короче, друзья, я так понимаю, здесь мы можем вкидываться в дальнейшее улучшение нашей экономики. Ну, давайте вот так. В данный момент уже улучшается здание военно-воздушный флот. До завершения осталась одна минута. Завершить заодно золото? Нет, мы пока что подождем. Есть у нас также улучшение науки. Открывает уровни улучшения и делает доступными для строительства новые типы юнитов. Ага, вон оно что. Вот это вот как бы у врага, помните, была пятерка. Я думал, может, у него пять строений. Это, видать, уровень прокачки войск. То есть мы их еще, видать, все можем качать. Это, друзья... Это, друзья, конечно, круто, но это предполагает, что, в общем, тут еще придется, друзья, попахать и помучиться нам в будущем. Так, ну ладно, у нас авиация улучшается. У нас там, кстати, еще какой-то город мы, по-моему, Ленинград, да? Хотели тут построить заводы, пароходы. За 100 тысяч мы можем построить магазины. Что скажете? Пусть будет, как бы. Работаем на будущее. Ладно, и теперь давайте попробуем освободить... Я думаю, мне кажется, на Киев рано идти. Давайте начнем с того, что поменьше. Ну, вот, например, Витебск. Здесь у нас не такие уж и большие силы у врага. Давайте автовыбор и, в общем, в бой. Нам как раз все равно выбирают все, что у нас есть. Против пехоты. Пехоты на пехоту идем. Хотя вот против чего они еще хороши? Да не против чего. Они хороши против пехоты. Против вражеской... Это зенитки. Да, у нас есть вот такой вот отличный танк. Против вражеского танка... А что мы здесь можем использовать? У нас... Вот если бы наш бомбардировщик здесь бы хорошо зашел, который мы... Здесь я даже не знаю, что использовать. Здесь, наверное, вот лучше вот этих парней отправим. Нет, вот сюда. А вот сюда, для сражения против пехоты, мы можем отправить... Ну, я даже не знаю, кого. Можем вот вас отправить. Корабль. Хотя он... Ты, парень... Да, вот так сделаем. А здесь отправим авиацию. Ну, либо вот эту технику. Хотя нет, техника слаба. А вот авиация... У врага всего 50% урона по авиации. Вот таким вот макаром отправляемся. Здесь у нас по пехоте. Ну, потери неплохие, но тем не менее... Суммарный урон 4500. Техника у нас нанесла урона 3000. 3000 и вообще не пострадала авиация. Ну, тоже урон в два раза больше, чем потери. Ну, и здесь во флоте то же самое. Продолжаем. Что? У врага осталась одна техника. Кто против техники пойдет? Вы вообще ничего не можете сделать. Ну, вот... Вот хороший... Вариант. Отлично, друзья. Победа. Витебск освобожден. Продолжаем. Можно сразу тут небольшие какие-то улучшения запустить. Построить фабрики. Недорого. Ну, и потом через 8 секунд можно еще что-нибудь улучшить. Ну, а мы тем временем, друзья... Я не помню, мы еще что-то... Вот в Ростове-на-Дону, да, хотели что-то поставить на улучшение. Рынки, например. 25 тысяч надо денег. А в чем проблема? Не вижу препятствий, но... Надо сначала восстановить дороги. И что мы еще? Курск, по-моему, освобождали. Здесь тоже можно, да, что-нибудь построить. Уже запущено 2 стройки. Я думал, стройки в других городах не считаются. Но они же быстрые, да? Вот, все, уже можно. Можно сразу еще на развитие города. А, уже смотрите, мы все ресурсы потратили, только деньги остались. Интересно, а можно перегонять одно в другое? Было бы логично, да, если там за деньги купить ресурсы, ресурсы продать за деньги. Но я тут ничего такого обменника не вижу. Ладно, друзья, Витебск освобожден. Куда идем? Харьков, Сталина. Ну, давайте, давайте вот как-то... Давайте посмотрим, где тут что послабже. Тут 3 пехоты у врага, здесь 2-2-2, здесь 3-2-1-1. Ну, в сумме, в сумме 5-6, здесь 7 врагов, а здесь в сумме 6. Здесь 5-6-7-8. Ну, давайте, наверное, с Харькова начнем. Мне кажется, Харьков у нас тут попроще. Автовыбор и в бой. Так, идем по порядку. Пехота на пехоту. Кстати, вот этот парень мог бы неплохо. Он слабо бьет по пехоте, но зато пехота ему бы тоже никакого урона не нанесла. Так, ну, давайте сначала начнем вот со сложных позиций. Вот, мне кажется, окопы с минным полем. Кто против вас будет хорош? Вы слабы против кораблей. Ну, и корабли не особо хороши против вас. 75%. Вот самый лучший вариант, мне кажется. Это уже не вариант. Сюда идем, друзья. Доты. Против дотов у нас может... Ну, доты, они не сильно хороши против техники. Здесь может выступить, в принципе, вот этот парень неплохо. Ну, давайте пока что его здесь поставим на это направление, потом посмотрим. Самолет у нас, в принципе, хорош против флота. У врага флота нету. И хорош против... Ну, он мог бы еще пострелять, конечно, по вражеской пехоте. Но я не знаю, давайте... Давайте вот так. Здесь все равно у нас пойдет пехота. Ну, а что она еще может? По укреплениям бить, по технике? О, можно вот против этой техники отправить... Вот эту пехоту. Что у нас еще остается? Вы, друзья, против техники вообще ничего не можете сделать. Вот здесь вот это будет лучший вариант. А сюда мы отправим ну либо в корабли. Ну, я думаю, вот так. Так, давайте сразу смотрим результаты. У нас у врага осталась только одна единица техники. Ну, вот... Вот так мы ее добьем. Отлично, друзья. Харьков освобожден. Все ликуют, все радуются. Осталось Сталина и Днепропетровск. Ну, и я думал, что мы маленько заработаем, но что-то нет. Я даже не могу улучшить, похоже, Харьков. Ну, сколько здесь? 25 тысяч. 25 тысяч денег. Деньги у нас есть. Строим фабрики, но больше нам уже и нечего. Мы все потратили. Налоги придут только через какое-то время. Но я, знаете, я вот сейчас именно вкидываю в основном средства не на создание новых каких-то войск. Я именно вкидываю свои средства на будущее. На дальнейшее производство. Так, теперь что мы тут смотрели? 5, 6, 7, 8 врагов. 3, 4, 5, 6, 7 врагов. Ну, в общем, начнем со Сталина. Здесь должно быть попроще. Так, ну что. Эти ребята вообще плохие против пехоты, сильные против авиации. Поэтому здесь у нас пойдет, конечно же, кавалерия. Эти ребята тоже слабы против. Здесь у нас эти ребята хороши против пехоты, слабы против танков вообще на 0%. Но у нас нету противопехотного танка вот никакого. Было бы неплохо такой танк 100% против пехоты. Потому что пехота часто слаба против техники. Так, ну ладно. Что у нас здесь есть у врага? У нас здесь есть окоп с минами, который хорошо было бы бить кораблями, либо авиацией. 100% сюда идет вот эта авиация. Блин, нет, нет, нет. Вот сюда идет вот эта авиация. Здесь вражеский корабль против... Он слаб вообще против пехоты. Не кудышен, а у нас есть морская пехота, которая очень хороша против кораблей. Короче, она сюда и пойдет. Вот эта техника вообще не наносит никакого урона по технике. Поэтому сюда можно вот этого парня отрядить. Он ее вынесет и не пострадает. Против... Вот эти ребята слабы против кораблей. Поэтому у нас сюда может пойти корабль. Только корабль наш вообще ничего не может против техники делать. Если бы у нас был против техники корабль, было бы хорошо. Я даже не знаю, что... Вот это... Вы против кого, ребята, хороши? Против строений, да? Ну, эти строения тоже хороши против техники. Поэтому я, собственно говоря, не знаю, против кого вас использовать. Против строений хороши. Дальше вы против всех слабы. 25% по технике. Ну, короче, что-то я тут даже не знаю, как бы хорошо сбалансировать свои войска для наступления на врага. Вы, ребята, против строений. Против авиации. Ну, у врага нет ни того, ни другого. Ну, в смысле, постройки есть. Наша авиация еще хороша против... Против вражеской авиации. Короче, друзья, какая-то засада. У меня нету таких прям нормальных войск для сражения. Ну, что тогда делать? Ты 25, а не 50. Ну, это вообще не вариант. Ты 0, а не 25. Как бы я даже не знаю, что делать. Можно, интересно, вот прямо так отсражаться один раунд? Вот, мы 75, а не 50. Ну, корабль сюда отрядим. Ладно, он хоть что-то сделает. А вот сюда выставлять этот танк вообще нет никакого смысла. Ну, это как бы размен не в нашу пользу. Поэтому давайте один раунд вот так побьемся, а там посмотрим. Так, что здесь у врагов осталось? А у врага-то ничего не осталось. У него осталось вот как раз один танк, на который никто не нападал. И кто на него сейчас нападет? На него нападет вот этот парень. Да, друзья, на него нападет вот этот парень. Я очень надеюсь, что за один раунд он его снесет. Да, друзья, есть победа, есть контакт. От Сталина отхвачено. Все схвачено, за все заплачено, законопачено. Друзья, ну что у нас остается? Нет, Днепропетровск и потом Киев. Но я думаю, Киев не в этом видео. Я думаю, Киев мы возьмем в следующем видео. Там какие-нибудь войска, налоги соберем, там что-нибудь прикупим войск. Мне кажется, я сейчас пока что еще слабоват. Но вот сейчас мы можем уже... О, смотрите, у нас флот 70 из 350. 350, представляете? 70 из 350. Какие войска мы могли бы отрядить в этот бой? Просто... Просто очень значительные войска. Так, давайте, как это? Закрыть можно окно? Вот, отступить, да? Пехотные дивизии, танковые дивизии. Можем мы кого-нибудь нанять, друзья? Эти хороши против авиации. Я еще пока ни разу авиации у врага не встречал. Но они еще... Вот эти ребята мне нравятся тем, что они... Они еще под танком могут лупить. На 75% это тоже плюс. Можем нанять? Недостаточно очков. Да у нас и денег недостаточно, так что можно пока что не думать даже о войсках. Ладно. Короче, просто идем и захватываем Днепропетровск. Автовыбор. Автовыбор просто выберет все, что у нас есть. У нас не так уж много сил. Теперь пошли. Ну, сначала начинаем с вражеских построек. Это... Это сильна против танков, поэтому сюда явно надо что-то не танк. Слаба против авиации и кораблей. Корабль. Авиация. Авиация, короче, в бой. Теперь Дот. Дот силен против пехоты. И 50% силы против всего остального. Ну, в общем, против корабля точно идет морская пехота. На Дот у нас пойдет либо корабль. Корабль-то и по технике никак, да? Это только по постройкам. По вражеским кораблям. И... Кстати, по пехоте неплохо бьет еще. Пехота по стройке. Ну, короче... А вы, ребята... Вы, ребята, так себе. Ну, ладно. Сюда пойдет корабль. Вражеская техника. 50 по технике, 100 по зданиям, 25 по пехоте. Короче, сюда идет вот этот наш уничтожитель техники вражеской. А сюда можно даже пехоту отрядить. Смотрите, он слаб против пехоты. Сюда можно, ребята, отрядить вот этого парня. Ну, а на борьбу с вами... Короче, сюда пехота идет. А сюда... Вот, смотрите. Сюда вообще нет смысла выставлять легкий танк. Он слаб против танка. Танк слаб против них. Это просто трата боезапаса. Короче... Вот так мы распределили наши силы. И сейчас во втором раунде будем добивать то, что осталось. Кстати, мне вот интересно. А есть тут ограничения по раундам? Вот я вот таймер вижу, тикает. Но 11 минут это давало на один бой. Если нет ограничения по раундам, то... Ну, замечательно. Хотя боезапас-то кончается, да? В любом случае. Ладно, нам осталось только вражеский... А нет, нет, не только. У нас еще тут много кто есть у врагов. А у нас мало кто. Что-то мы как-то плохо сыграли, друзья. Как-то скверно все. Так, ладно. Против вражеской техники. Ну, у нас есть еще, слава богу, вот этот парень. Парень, иди докидывай свой боекомплект. Против пехоты. Вот с пехотой что-то... Как будто я что-то неправильно сделал. Потому что у нас пехота вылетела. Вылетела, а у врагов пехота стоит. И что с ней делать? Этот парень пехоту не бьет. Можно, в принципе, вот знаете, поскольку этот парень против пехоты ничего не делает. Может быть... Может быть, свой пока вот с этого танка не тратит боекомплект. Пускай вот этот парень, который против пехоты не справляется, ну, здесь потратит боекомплект. Он, конечно, слабее, чем враг, но... Да ладно. Вот против пехоты у нас пойдет... Здесь у нас пойдет морской флот, а здесь у нас пойдешь... Пойдет авиация. Ну, не знаю. Я чувствую, у нас сейчас будет еще третий раунд. Смотрите, мы нанесли... Нам нанесли 2100 здесь. Да, здесь мы проигрывали, это я знал. По нам нанесли... Мы нанесли 1100. Здесь мы 900. А! Нам 900, мы 750. Нам 0, мы 1300. И в итоге... В итоге, друзья, мы никого не убили. И мы проигрываем, друзья. Потому что, ну, смотрите, вот все, что осталось после меня. 0,25 по пехоте, короче. Он даже с техникой справа... А! Ну, я, короче, не знаю. Ну, давайте проиграем. Или что? Или как? Пехота против тебя сделать ничего не сможет. Ну, пехота нам ничего не нанесла. Мы нанесли 600 урона. У вас в бою закончился боезапас. Вы сможете восстановить его за 10 золота. Восстановить или отступить? Я, друзья, не собираюсь на это тратить свое золото. В общем, да, мы тут неправильно, короче. Или войска у нас слабые. Но битва проиграна. Но не проиграна война, да, как говорится. Когда долго не удается взять город, попробуйте изменить состав своей армии, заменив в окне найма. Да я бы с радостью что-то на что-то заменил, друзья. Но у меня там, в принципе, как бы у меня нету вариантов. Ладно, я думаю, варианты появятся в следующем видео. Мы там соберем налоги и наймем новые войска. А я на этом закончу. С вами был 1101. Если вам понравилось, подписывайтесь. Ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока.